Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о словах-паразитах в турецком языке. По-турецки это называется asalak sözjukler. Это такие слова, которые помогают человеку со скудным набором слов увязывать смысл того, что он хочет сказать, в фразы и предложения. Часто использование слов-паразитов невероятно обедняет речь человека. Зачастую начинающие изучать какой-либо язык, в том числе и турецкий, при знакомстве с такими словами или фразами, находят для себя, что это очень удобно, потому что вы можете заменять такими словами слова, которые вы не знаете или не помните. Вы можете использовать это в случаях, когда вам сложно передать смысл с вашим словарным запасом. Но даже если это вам помогает и вам удобнее так изъясняться, это очень тормозит ваше развитие в языке. Вы просто перестаете учить новые слова и таким образом происходит деградация речи, хотя может казаться, что вы прекрасно разговариваете. Также часто использование таких слов может очень раздражать ваших собеседников, и к тому же ваша речь становится сложной для восприятия. Совсем избежать этих слов-паразитов не удается, и рано или поздно они все равно проскакивают. В них есть своего рода колорит, они могут сказаны в артистичной манере, поэтому взять вот так и перечеркнуть, и сказать, что больше никогда не употребляйте эти слова, нельзя. Однако старайтесь их минимизировать и украшать свою речь какими-то другими, может быть, новыми словами, которые вы не говорили ранее. Слов и фраз-паразитов в турецком очень много. В сегодняшнем видео мы рассмотрим три таких слова. Мы посмотрим, как они применяются при нормальном использовании, и также примеры, когда они превращаются в слова-паразиты. Первое наше слово – это слово «щей». Как объяснить это слово? Возьмем с турецких источников. Примерный перевод такой. Это слово «спасательный круг», которое автоматически приходит в голову в ситуациях, когда ты в затруднении, не находишь подходящего слова, застрял в мыслях или в беспомощности. Кстати, если вы не знали, что такое «джан-симиды», «симид», думаю, знают все, кто посещал Турцию. Это такой вкусный бублик в кунжуте. Ну а «джан-симиды» – это дословно бублик для жизни, а по-русски это «спасательный круг». Слово «щей» может заменять любую вещь. Посмотрим, как мы его используем в турецком. «Бирщей» – это что-то или что-либо. «Херщей» – это все. «Хичпирщей» – это ничего. Мы можем сказать «Сен беним хаятта башмагелен энгюзель шейсин» – это самое лучшее, что случилось в моей жизни. Или «Хаятта энгютющей нангюр люктюр». Самое худшее в жизни – это неблагодарность. Когда нас благодарят за что-то, мы можем ответить «Бишейдиль», что переводится как «ничего» или «пустяки» или «не за что». Мы можем сказать «Ковелещей алмаз» – это недопустимо, невозможно. Или возмутиться «Ольещей улурму? Разве это возможно? Как так?» Также мы можем начинать свою речь с фразы «Херщей ден эндже» – прежде всего, или фразой «Бушей ден сонра» – после этого. Как видим, применение слова «щей» очень обширно, и можно привести еще очень много разных примеров. Так что же это за слово? Это то, чем можно заменить все, что угодно. Это такая вещь, при помощи которой можно описать все, но ничто не способно описать ее. И вот когда вы понимаете силу этого слова, вы начинаете вставлять его везде, и оно превращается в паразита. Например, «Щей дедим» – я это сказал, или «Щей дедим» – я это хочу сказать. Так говорят, когда хотят выиграть время, чтобы подумать, как сказать то, что вы хотите. Или «Щей тим» – я это сделал. Если вы забыли глагол, но вам нужно сказать, что сделали какое-то действие, вы пока думаете, как будет этот глагол, говорите «Щей тим» – и дальше уже вспоминайте глагол, говорите его. Точно так же «Щей яс дым» или «Щей гердум». Ну, например, вы видели, как метеор упал с неба, и восклицаете. «Щей гердум» – что? Что ты видел? Блин, ну как будет метеор упал с неба на землю? Блин, «Щей шей ден» – «Щей дюштуй яу». Ага, все понятно. Вот примерно так используют. Или «Щей гендердым» – тоже самое. «Я это отправил», когда не можете вспомнить слово, что вы отправили. Или такая ситуация. Телевизор плохо показывает, вы хотите сказать, чтобы ваш друг что-то сделал с антенной, и вы не можете придумать, какой глагол надо использовать. Потянуть, потрясти, подрыгать из стороны в сторону, и вы говорите, «Санучай этсене, ты это сделай так». Все последние примеры были о том, как не надо использовать слово «щей». Переходим к следующему слову «яни». Это самое любимое слово иностранцев. Оно так прилипает, что от него потом очень сложно избавиться. Возьмем его описание на турецком. Это слово в значении «что» или «то есть», «как бы», «я имею в виду» или «ну». Чем больше человек нуждается в использовании этого союза в своей речи, тем хуже он владеет языком. Значит, если мы хотим, чтобы наша речь была богатой, нужно минимизировать использование слова «яни». Посмотрим на примеры предложений при обычном использовании этого слова. Например, «Хер сабах эркен калкып кошуя парш». «Денге ли бессляниш», «яни салую на чок дикаты дэрды». Каждое утро он рано встает, делает пробежку, сбалансировано питается, то есть очень заботится о своем здоровье. При помощи этого слова мы сделали вывод того, о чем говорилось ранее. Или еще пример. «Я принесла тебе фруктовый пирог, я имею в виду твой любимый». Здесь это слово послужило для выделения того, чтобы вы оказали особое внимание человеку. Следующий пример. То есть вы считаете, что этого заслуживают, так? Или еще пример. «Люди должны быть самими собой», то есть не нужно стараться быть похожими на других. Также это слово используют, когда не могут что-то сказать напрямую, когда сложно сказать что-то напрямую. Например, парень хочет расстаться с девушкой, но он боится напрямую сказать «Сенден айрил макс тьору», «я хочу, чтобы мы расстались». Потому как начнется ураган, и он пытается сказать это мягче, соединяя предложение словом «яни». Например. Заметь, что теперь все не так, как было раньше. Ну, то есть, раньше все было намного лучше. Вот в таких случаях тоже можно использовать это слово. Теперь давайте посмотрим на неправильное использование. Например, такое предложение. Сегодня я стал свидетелем ужасного зрелища, ну, даже не знаю, я не смогу это забыть до конца своей жизни. Человек не смог сразу построить правильную конструкцию, и он соединил смысл двух предложений при помощи «яни не билим». Хотя грамотнее нужно было сказать так. Сегодня я стал свидетелем ужасного зрелища, которое я не смогу забыть до конца своей жизни. И посмотрим еще на один пример, который вы можете услышать в повседневной жизни, когда паразит влезает через каждое слово. Например, в коллективе есть человек, который своим поведением всех раздражает и достает. И кто-то не выдержал и говорит своему коллеге. Это по-русски будет примерно так. Так ты хорошо подумал? Я имею в виду, конечно же, ты можешь сказать, но ты ведь подумай. Ну, то есть, если ты скажешь, что-либо поменяется? Я имею в виду, он все равно будет так же поступать. Ну, он просто такой человек. Ну, то есть, в результате ничего не поменяется. Но все же, если ты хочешь сказать, ну, тогда скажи. Это ужасно, но, к сожалению, многие так разговаривают. И если вы не хотите быть похожими на них, то не используйте слово ЯНИ вот так. И последнее наше слово, паразит, это слово СЮПЕР. Это слово в последнее время стало модным. Это заимствованное слово с английского, и турецкая молодежь любит его использовать везде. Но в турецком языке есть много слов с похожим значением, такие как ХАРИКА, МУТИЩ, ЧОК ГЮЗЕЛЬ, ФЕВКАЛЯДЕ, ТЕЙЩЕД, МЮКЕМЕЛЬ, МЮТЕЩЕМ. Поэтому старайтесь использовать турецкие слова и забудьте про слово СЮПЕР. Вместо ЧОК СЮПЕРСИН, можете сказать ЧОК ХАРИКАСЫН. Вместо СЮПЕРБЩЕЙ, можете сказать МУТИЩ БЮЩЕЙ. Вместо СЮПЕРБЮ РОМАН, можно сказать ФЕВКАЛЯДЕ БЮР РОМАН. Вместо СЮПЕРБЮ ТАТ, можно сказать МЮСТЕЩЕМ БЮТТАТ. Вместо супер биролай можете сказать дэщет биролай Вместо супер символ ла можете сказать мюкемель символ ла Вместо чок супер можете просто сказать чок кюзель Надеюсь, это видео вам понравилось Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Мы можем рассмотреть другие словопаразиты Вы можете предложить свои слова и фразы в комментариях Спасибо за внимание, до скорых встреч!